С этого года действует и новый режим работы промышленных кластеров, в которых снижена фискальная и административная нагрузка на компании-резиденты, а спрос на их инновационную продукцию, которая только выходит на рынок, поддерживается за счет долгосрочных заказов и субсидий от государства. По оценкам, эти меры должны обеспечить к 2030 году реализацию востребованных проектов в объеме свыше 10 триллионов рублей. Причем уже в текущем году ожидаемый размер инвестиций может составить порядка 2 триллионов. Я обращаю внимание, это не просто прогнозы, а четко установленные ориентиры. Поэтому прошу правительства максимально ускорить запуск этих проектов, подставить плечо бизнесу, предложить системные меры поддержки, в том числе и налоговые льготы. Знаю, как финансовый блок не любит льготы предоставлять и частично разделяю такую позицию. Система налогообложения должна быть целостной, без всяких там ниш, изъятий, но творческий подход в данном случае востребован. Так, начиная с этого года, российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Причем эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом, в полтора раза больше фактических затрат. То есть на каждый рубль вложенные компании в покупку такой продукции, о которой я только что сказал, приходится налоговый вычет в полтора рубля. Предлагаю распространить такую налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. Прошу правительства внести предложение по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот. Третье. Важнейший вопрос. Да. Это хорошее решение, которое будет оживлять.